итак вот она наша финальная часть я нахожусь в сердце светилище ветреного пика и это пещера ледяных водопадов предстоит тяжелый финальный бой но прежде изучу первый из криков который теперь мне доступен это слово силы а именно сама сила из безжалостной силы скрика безжалостная сила вот так она выглядит на драконь им наречий и скоро я смогу его произносить когда убью первого своего дракона и получу в распоряжении его душу ну чтож вот мой первый противник в этой части и он-то слово силы безжалостная сила знает куда лучше меня ну иди сюда ух ты достал он меня своим двуручником что мне твой двуручный топор если я могу тебе по мордам надавать своим мечом да и магии у меня теперь столько что хоть жуй одним местом как говорят а опять достал ну чтож надо учиться быстрее отходить хотя есть один плюс защите щитом быстрее прокачаю навык блокирования так что пока что конечно мне это только на пользу пойдет ну уж навык исцеления я думаю прокачаю еще быстрее с ним то никаких проблем у меня не будет ух ты доведу парня до белого коленя разозлю его своими подходами ну а потом красиво прикончу вообще-то драконопоклонники неплохо такие устроились на территории скайрима ого это уже опасно понастроили своим богам курганов ура я достиг нового уровня интересно могу я да могу и это приятная новость меня интересует запас сил и здоровья пока что запас сил да и что есть у меня кстати новый уровень это кроме того и восполнение и здоровья и магии запаса сил так что во время боя это самое оно восстановление мне пока не интересно кузнечное дело ох как я конечно не против был бы сейчас выучить что-то но блокирование щитоносец силовой удар плашмя а что тут у нас если вы блокируете силу атаку противника время замедляется тоже интересно но еще мне интересно что у меня с оружием больше урон боевая стойка есть но что ж поэкспериментирую интересно попробовать что же будет если а что если как говорится и сразу же до кричи сколько угодно давай подари мне свой силовой удар а шикарно а чуть-чуть путаю кнопки и место удара щитом зажимая пробел в результате чего мой персонаж прыгает вместо того чтобы закрыться от дара врага ну ничего со временем навык из скилл боя подрастет и этой проблемы у меня уже не будет давай родной правильно я сделал что закрылся щитом а то был бы уже трупом все таки удар у этого драуграх нереально силен я понял давай я тебя немножко позадеваю да что мне твоя рада давай это уже опасная ситуация еще больше исцелений в себя еще больше вот что бы я делал без этого замечательного заклинания которые я так вовремя и так уместно прокачал драугры повелитель это ай опять не то опять пробел нажимаем вот так вот тебе немножко силовой атаки я тебя трогает и меня нет на то мы порешим надо учиться биться чисто побеждать сухую такие навыки мне очень очень пригодятся теперь надо чуть-чуть отбежать потому что следующий удар может оказаться смертельным для меня хорошо тут есть этот прекрасный жертвенник о да кстати фульс рада этого парня тоже наносит небольшой урон мне срочно нужна магия и для того чтобы ее получить обращусь к своим зельям зачем без толку таскать с собой то чем можно эффективно воспользоваться зелье здоровья запас здоровья увеличен на 20 нет слабое зелье запаса сил 25 единиц слабое зелье лечения тоже можно слабый от паралича я подморожение пища перекушу все больше у меня ничего интересного нету а ладно пока моя магия будет восстанавливаться есть еще кое-что что я могу сделать душка то что ты застрял в текстурах это не мои проблемы кстати мне повезло что этот драгер повелитель кричит криком безжалостная сила потому что он вполне мог бы выбивать так навык стрельбы повышен вообще замечательно что-то у меня одни повышения ну что ж я вам скажу хочу сказать одно но пока что разделывать этого бойца я не буду я хочу его душу свой камень душ видимо фигни какой-то набрал камень душ еще одного такого бойца можно с собой забрать ну и чтобы при этом нам было интересно давайте попробуем обшарить я думаю я не загоню себя вообще в ловушку а я уже помню в прошлый раз кажется эти сундучки обшаривал что неужели не найдешь интересного сейчас сейчас парень у меня магия уже почти восстановилась так что без проблем так этот неприятный вид от третьего лица но я таки воспользуюсь потому что мне нужно видеть сюда родной и вот она твоя душа это хороший трофей драугар повелитель данной комнате символизирует всю мощь ветреного пика всю мощь и силу дракона поклонников которые создавали эти храмы чтобы почтить своих богов своих владык почтить память о них и охранять информацию в данном случае этот драугар отвечал за вот такую важную информацию это камень драконий камень на оборотной стороне которого находится карта еле еле просматриваются очертания любимого нами скайрима и на фоне этих очертаний такими вот своеобразными звездочками помечены курганы захоронения драконов эти захоронения были сделаны во времена первой эры и сделаны они были оставшимися из дракона поклонников представляют собой каменные круги под которыми захоронены остатки драконов но кое-что интересное об этих курганах мне предстоит узнать еще позже когда этот камень я отдам по назначению а именно придворному чародею эрла балгруфа так и тянет назвать его лордом древняя нордская секира холода возьму что поделаешь железная стрела мои стрелы мне нужны этот сундук я уже обворовал что ж настало время насладиться трофеями что у меня есть из оружия длинный лук пока не буду выбрасывать древний нордский лук пора сменить на орочий лук который куда лучше в избранное его охотничий лук шел вон из избранного стальная секира озноба это двуручное оружие увы пользоваться им я не буду и и и и и железная стрела стальная стрела 10 стальных стрел есть у меня урон от них 10 складывается с уроном лука получается 21 очень даже неплохо древняя нордская стрела тоже урон 10 и они что то стоят интересно железная стрела тоже что то стоит но учитывая что это для меня стоимость а для торговца это вообще не цена скорее всего даже и продать ее не смогу так одежда что у меня железные перчатки они лучше чем имперские перчатки имперские наручи 14 14 нет не лучше но дороже поэтому отмечены треугольником как более качественное а мурдирование мундирование точнее меховые наручи что то я много фигни разный припас мне аж за себя немножко стыдно но со всем этим я очень вскоре попрощаюсь ладно запомню этот великий момент это мой первый разоренный храм дракона поклонников катакомбы курган называйте как хотите но смысл от этого не меняется древнее место построенное древними нордами прорубленные в скале пещеры которые служат для них и захоронением их воинов которые позже превратились в драугров кстати почему дракона поклонники создавали по скайриму курганы и почему создавали вот такие вот храмы потому что бытует в легендах такое мнение что когда драконы вернуться на просторы скайрима они учтут активность веру и действия своих почитателей и возможно даже вернут их к жизни так еще один чудак зомби с двуручной секирой я вас уже не боюсь а твою душу я с удовольствием отниму в свою копию так но сломать себе еще да пустила кстати я вполне могу воспользоваться этим замедлением чтобы сил у меня нет запас запас сил как говорится исчерпал но воспользоваться мог бы этим замедлением чтобы наносить удары парни но я этого не делаю ну 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 давай а вместо этого я под эти удары подставился еще еще надо привыкнуть использовать ускорение чтобы побыстрее добираться к противнику ух ты ух ты слишком длинная у тебя секира не буду давать себя в обиду у тебя не будет даже возможности подумать будто ты мог меня убить видимо придется отходить под зажатым альтом что тоже для меня пока что непривычно но уже апс или может быть переставить быстрое движение на другую клавишу чтобы было поудобнее где же ты где же ты как хорошо что они так долго замахиваются своим двуручным оружием и все гладко но но все-таки это знатный дракона поклонник ты что я взял не то я взял где ты боец запас сил у меня немного восстановился а вот здоровье подочерпалось все еще не хватает мне моего запаса сил так надо было выработать некую систему блокирование еще подросло так мне это только на руку вау парень почти готов осталось обработать некоторые раны и можно исторгать из него его не упокоенную душонку иди сюда ну как ты меня так ну тоже неплохо только приходится как он меня подогнал то приходится полагаться на зелья магии что не очень так хорошо где мой убойный лук и где мой убойный враг на колени гниющее тело на колени я сказал перед тобой драконорожденный давакин давакин вот так вот постой немного у меня уже почти магия восстановилась так а что это за не дело такое древний нордский лук я же орочи на восьмерочку а древний нордский лук а это значит что из предметов надо нафиг убрать этот древний нордский орочи лук а древний нордский зачем он мне еще чуть-чуть терпение терпение предметы разные камень душ крохотный камень да у меня еще камней душ на на драугров и драугров сейчас сейчас электроэнергия восстановится пока побегаю под ускорением чуть-чуть осталось вроде пока стою мана восстанавливается быстрее теперь твоя душа моя где душа почему не подарил мне душу неужели я промазал своим а я промазал своим заклинанием и потерял такую душу у меня было так это консоль это мне не нужно у меня было 4 крохотных камня души так и остались четверо вот это фейл просто эпический затуп с моей стороны но ничего наконец-то я прошел ветреный пик отстрелялся это был хороший опыт просто уникальное такое подземелье этот ветреный пик уникальный храм большая часть этого храма находится в скале внутри как рыли эти пещеры конечно остается такой загадкой стоит восхищаться трудом нордов которые это сделали ну и конечно что дракона поклонниками двигала желание задобрить своих богов просто такое невероятное желание что они готовы были прорыть такой туннель и вот он выход вот она возможность вдохнуть свободного воздуха свободного воздуха свободному норду кстати хочу отметить не в пользу империи будет звучать то что свободному именно от ус имперцев которые хотели меня в начале игры впустить на мясо зелья колдуна вот такой вот подарочек меня ждет но обратите внимание ветреный пик точнее пещера которая ведет на выход из него находится на утесе и пробраться сюда не так уж легко а вот легко ли спуститься отсюда это тоже вопрос прыгать я не буду так как понимаю что если бы сделал это в реальной жизни вряд ли бы меня потом смогли собрать по частям нет 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 что происходит вот про такую ситуацию я и говорю я бы уже должен был по идее быть трупом мир большой огромный свободный мир наполненный холодом и снегом это скайрим скайрим для нордов это останки мамонтов насколько я полагаю и жила корундовой руды надо запомнить это место и прийти сюда немножко пособирать руды это было в моих планах так как я хочу стать знатным кузнецом и вообще в ближайшее время собираюсь взять изучение стальных доспехов мне нужен полный комплект качественной стальной брони я хочу сделать ее своими руками не хочу носить то что нашел где-то и у кого непонятно отобрал а хочу носить сделанные своими руками и впоследствии конечно зачаровывать свои доспехи очень сильными и могучими зачарованиями но это будет не скоро так как не навык брони вернее не навык кузнеца не навык зачарования у меня особо не развит итак по заданию по идее я должен пилять вайтран на невероятной скорости отдавать ярлу балгарфу его придворному чародею добытый мной артефакт но но все таки я забегу в ривервуд и продам там все что удалось добыть в ветреном пике и меня ждет камила и ого лукан валериус там волки там волки и надо будет с ними сражаться вот и нету волка жизни сейчас и второй должен подбежать отберу этого волчья шкура мне пригодится ну где ты парень судя по красной точечке ты побежал куда-то достаточно далеко планируешь залезать свои раны а вот он он уже готов он возвращается еще одна шкурка просто бежит в моем направлении наверное где-то застрял там надо ему помочь волчок скажи ты же хотел чтобы я тебе помог единственное чего я не сделал это конечно не историю душу мне очень понравилось исторгать души с помощью заклинания захвата душ вдалеке я вижу какое-то строение и я любопытен надо посмотреть что там холодно но норды не боятся холода идем в плавь чтобы никого красивая такая вот девушка ну конечно понятие красоты понятие относительно но это эльф эльфика удочка мадам вы тут рыбачите что-то ты скверно выглядишь ты в порядке нет не в порядке давай посмотрим что ты можешь мне продать 12 золота и у тебя есть шкура медведя и волчья шкура а у меня есть чем я могу кстати тебя удивить меховые наручи примешь их за три золотых ну давай не знаю выгодно это сделка или нет а волчью шкуру я у тебя покупать не буду мне самому пока что денежки нужны кража украсть украсть железно рудная жила ты тут охотишься рыбачишь или шахтер занимаешься раскопками и добычей полезных ископаемых чем я уже много лет охотишься рыбачу в этих местах если это твой стиль жизни то честь тебе и хвала я уважаю таких простых людей которые сливаясь с природой добывают себе на жизнь такими вот простыми делами не стремятся строить огромных домов заводить политические связи погрязать в каких-то праздниках других событиях из светской жизни демонстрировать напускное величие и тому подобное с такими как вы всегда легко завести беседу и есть о чем поговорить во всяком случае получить действительно кайф и расслабление от созерцания природы ее даров человеческое строение ну в общем то скажу сразу в древние времена вообще-то люди привыкли обходить стороной подобные вещи и особенно человеческие строения так что я пока обойду стороной вон лисичка и человек чего ты хочешь поприветствовать тебя я собираю ингредиенты чтобы принести их гурману он поймет насколько у меня тонкий вкус когда увидит что я ему принес ты знаешь кто такой гурман пока что понятия не имею ты не знаешь кто такой гурман автор книги необычный вкус он кулинарный волшебник в смысле не настоящий волшебник но его рецепты просто шедевры знаешь я слышал что гурман сейчас в скайриме неплохая наводка если честно брат я очень люблю вкусно поесть и встречусь с твоим гурманом с удовольствием но сначала вычитаю из книг и получу побольше информации о том где я смогу его найти надеюсь это конечно не какая-то блевотина и сарказм потому что слово гурман не всегда означает намек вернее не всегда дает на то что этот человек кушает что-то действительно вкусно и качественно иногда это может быть любовь к каким-то это невероятным продуктом по своему вкусу и качеству таким как сюрстреминг который кстати тоже очень любили скандинавии и наверняка норды тоже любят полупротухшую полугнилую засоленную рыбу чье место нежного уже попахивает мертвичинкой вот такого гурманизма мне не нужно олень увидел меня и поднажал на педали ничего не появилось в моем сундучке грибочки тут не подросли нет грибницу я не уничтожал всяко когда подрастут приду еще пока на дворе день можно порадовать себя прогулкой и созерцанием красивых мест итак это гердур деревенька у нас небольшая однако лентяев не держим и заботимся друг о друге ладно спасибо за информацию тебе просили кое-что передать лично в руки я не успел на 3 появиться в скайриме письмо от ярла в гору идешь не иначе ну вроде все ладно мне пора это что меня подгоняет таким путем давайте посмотрим что же мне написал ярл и какой именно ярл потому что скайриме их аж 9 человек 9 ходов 9 ярла книги что ли мне пишут ярл фолкрида мне пишут позволь мне представиться мое имя Сидгеер и я имею честь быть ярлом гордого древнего города фолкрида моих ушей достигла молва о твоих подвигах в скайриме каких подвигов я еще особо никаких подвигов не совершал кроме как сбежал из хелгена ну а о разграблении мной ветреного пика еще не известно никому если только я не оставил за собой следы и выживших если ты желаешь стать таном владения фолкрида зайди поговорить со мной как будешь в фолкриде таном фолкрида о ребят почетно титул не только принесет тебе честь и уважение но и позволит тебе иметь личного хускарла могу также сообщить конфиденциально что есть ли твои услуги окажутся полезны мне ты сможешь приобрести в собственность участок земли во владении фолкрида жду нашей встречи с уважением Сидгеер Ярлфот фолкрида это уже начинает быть похожим на борьбу за сильного воина за меня борются и как бы мне приятно так ну что ж не отозвони ничего спасибо тебе Ганес ты плохо себя чувствуешь очень достойная информация вы кажется болтали со Свеном я прав а впрочем не важно но на твоем месте я бы держался от него подальше он видите ли бард иногда правда снисходит до работы на лесопилке думает что его баллады и сонеты помогут ему завоевать Камилу Валерию как будто она пойдет за него красивая и умная женщина никогда не купится на эти глупости надеюсь надеешься? мне сейчас не до шуточек однако некая логика тут есть может нужно помочь Камиле осознать кто такой на самом деле этот Свен тебе не трудно передать ей это письмо и сказать что оно от Свена думаю мне удалось в точности воспроизвести стиль этого бестолкового норда Фендал я стража Рассвета ищет добровольцев готовых выступить против вампирской угрозы что скажешь? дайте мне отнести вещи торговцу в Ривервуде сначала Ярл Фолкрит осулит мне неимоверное богатство должность Хускарлова владения чуть ли не знаю поместье подарить мне собирается правда да к Фендалу пристал я признаю потом еще ты со своей стражей Рассвета что это такое? слишком много информации я бедный норд с маленькими мозгами меня просто может не хватить на все это мы охотимся на вампиров ищем этих проклятых кровососов и изничтожаем везде где можем честно вампиров не переношу в душе настолько они меня задрали везде в кинофильмах в рекламе в книгах везде одни вампиры резал бы так прости меня это не интересует что-то я не замечаю никакой вампирской угрозы ну пока что конечно не замечал вампирской угрозы значит невнимательно смотришь как и большинство остальных ты разве не знаешь что вампиры напали на зал дозор и разрушили его дозорные не считали эту угрозу серьезной и вот поплотились дозорные охотятся за теми кто поклоняется до Эдра потому-то их и разнесли в клочья когда их противниками оказались вампиры и по этой причине наш вождь из ран возродил стражу рассвета настоящих серьезных охотников за вампирами угу итак орк очень сильный боец орсимер предлагает мне вступить в стражу рассвета чтобы бороться с поклонниками до Эдра и Дейдра так сказать и вампирами звучит заманчиво так как норды поклоняются Талосу а он все-таки Аэдра почему бы и мне не вступить в стражу единственное конечно это может создать проблемы потому что когда ты присоединяешься к одним автоматически становишься врагом других ладно из рану ты понравишься иди поговори с ним он в порте стражи рассвета это к юго-востоку от рифтина он и решит выйдет ли из тебя страж рассвета дорог без проблем кстати в оригинале этого парня зовут дурак но дабы ни у кого не было так сказать неправильных ассоциаций с нашим языком тут решили его перевести как дорак хорошо но в рифтен это в противоположную сторону деревенька у нас небольшая однако лентяев не делал фолк рита как говорится то есть мне предлагают идти фолк рит фолк рит к ярлу фолк рита и в рифт в рифте тут стража рассвета где-то а тут меня ждет богатство знать и всякое такое но еще мне нужно в байтран в общем что делают с бедным нордом его просто растянули по карте скайрима и везде ты нужен всюду приходи вот я опять заболтался и что вы думаете мысли норда должны быть от номера говорят стража рассвета возрождается это охотники на вампиров или что-то такое обосновались в старом форте возле рифтена может и мне стоит к ним пойти очень хорошо балгруф отреагировал на мой призыв о том что я видел драконов в хелгене и сразу прислал сюда нескольких стражников вон видим стражники с эмблемами вайтрана со щитами и с одеждой пойду порадую лукана валерия заодно на камилу посмотрю что может и мне она приглянется раз за ней тут такие ухажеры ухаживают чем скорее ты найдешь коготь тем быстрее наша жизнь вернется в норму давай я тебя обрадую береги мою сестру не давай ей делать глупости погодь погодь я на себя еще таких обязанностей не брал он у тебя ха 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 вот он странно по-моему раньше он был больше забавно правда забавно я верну его до места я не забуду тебя твоя помощь мне и моей сестре неоценима но ты оценил ее в 600 золотых то что коготь вернулся на свое законное место много для нас значит благодарю тебя спасибо тебе большое за то что позаботился об этих ворах ривервудский торговец снова стал таким же как был а выглядишь как-то нехти да мы с тобой здесь единственные в ривервудском торговце ты найдешь все что тебе нужно так ну вот извини конечно камил но убирать ты не очень кстати стало давай я сестра камилы братом поторгую у меня 700 нет 2828 золотых септимов а у лукана 787 давай-ка лукан я тебе продам все что мне нет длинный лук древний нордский лук нордская секира холода наносит цели 5 единиц урона холодом охотничий лук остальная секира озноба тоже но вот зачарование сниму наверное отсюда остальную секиру продам жалко так расставаться если честно с зачарованными вещами но я думаю те кто играл в skyrim меня хорошо понимают 0 эти стрелы ничего не стоят железный кинжал тоже за бесценок продает стальная стрела да можно было бы разжиться на 10 септимов что у нас по одежде имперскую броню ну да я ж теперь более крутой броне серебряное кольцо с аметистом с гранатом сыромятные наручи сапоги шлем тут тут тише гладь зелья зелья книги тяжелых тяжелых золотых серебряный слиток нифига не продам корундовый железный волчья шкура мне прямая дорога кузнец кузнецу зомби обморожение в общем ничего пока что у тебя нету из того что мне нужно я хочу себе морозную руну найти вообще руны уже начать это ты мерчанту или мне если я передам письмо от фэндалла конечно поставлю свена но надо узнать что об этом думаете с вами все-таки гадостливо будет как-то подставлять парня сейчас вернусь деревенька у нас небольшая свой маленький временный дом у герду посмотрю что я могу оттуда продать у меня собственный и жалование я плачу прилично если тебе нужна работа поговори с моим мужем ходом неужели я вроде уже с ним пытался сохранить тебя талан молчу шкуру возьму кожу возьму кожу я тоже возьму жерель я само собой не появилась тут никакого золота для меня есть немножко золота ну что ж ребят не буду вас утомлять своим прохождением и на этот раз и на этом я остановлюсь остальное запишу позже следующий раз и обещаю быть еще более интересно удачи вам и до встречи в следующих видео оставляйте комментарии оставляйте свои пожелания мне очень приятно что очень много конструктива есть в комментариях что вы мне советуете как правильно биться как правильно себя вести кстати вид от первого лица не так уж и плох как я о нем думал достаточно удобно и кайтить врага и в общем то все остальное делать оставайтесь со мной до следующих разов удачи вам ребят